Перед началом интервью директору ЖКХ Дмитрий Викторович предложил для более наглядного восприятия ответов использовать офисный мольбер. Это было и необычно, и нестандартно. Так и решили, что наш 40-минутный разговор благодаря рисункам и схемам станет понятнее для Славуча. А вначале мы поинтересовались, как он относится к валу критики относительно изменения тарифов, долгам альтернативной котельни. Я знал, куда я шел, я знал, на что я шел, поэтому вздрагивать мне не приходится. Я совершенно спокойно воспринимаю любую информацию, которая идет, и негативную, и положительную, как угодно. Значит, по поводу у всех понижают, у нас повышают, я бы так сказал, давайте построим там передачи или интервью, или там презентация, да, мифы и реальность. Мифы и реальности славутических тарифов. Пожалуй, так и назовем фрагменты из разговора с директором ЖКХ. Итак, вначале из чего состоят тарифы? Тариф 2017 год, это по которому мы сейчас работаем, принят осенью 2017 года. Тариф 1620 гривен. Тариф состоит из производства тепловой энергии. Основные вещи – газ, электроэнергия, вода, зарплата, там административные затраты, потери, очень важная цифра, потери. Остальное не буду писать, там есть транспорт, муть, мелочь, которая по сути не меняется от тарифа к тарифу. Вторая составляющая – вот есть производство, есть транспорт. Транспортировка тепловую энергию приготовили на котельной, ее нужно доставить потребителю. Есть транспорт – это электроэнергия, причем электроэнергия на работу центральных тепловых пунктов ЦТП. Так, закладывалось в этот тариф. Вода, которая идет на собственные нужды, заработная плата персонала, который осуществляет ремонт трубопроводов. Вот это две составляющие тарифа. Газ на тот период составлял у нас 6,810 гривен. Это вместе с транспортом совсем. Абсолютно цена с НДС. Электроэнергия – 2,42, вода – 11,85. Это тоже с НДС. Это сегодня такая вода у нас в тарифе. И заработная плата, исходим из минимальной заработной платы, как считается все, да? 3,200. Теперь 2020 год. Производство. Опять газ, электроэнергия, вода, зарплата и так далее. Потери – очень важная цифра. 13%. А теперь смотрите, в чем разница. Цена газа здесь уже не играет особой роли. Объясню, почему. 7,468 в нашем тарифе. Со всеми накрутками. Электроэнергия – 3,25. Это сегодня. Вода. Водоканал нам продает. 24,54. Зарплата – 4,173 гривны. А теперь пишем транспорт. Кардинально изменилась ситуация с этим делом. Почему? Вот этот тариф считался по методике НКРЭ, которая была разработана еще в Советском Союзе. Что такое было производство и транспорт? Это был монокомплекс, котельная, трубопроводы, ЦТП. Все принадлежало одному предприятию. И он был монополистом в поставке тепла. Что сегодня мы имеем? Славутич оказался лидером в Украине, как во многих вещах. Это первый город, в котором появляется рынок тепла. Появляются коммерческие котельные. Отсюда выплывает вопрос. Вот это цифры транспорта. Энергию нужно доставить. Электроэнергия циркуляционных насосов, которые обеспечивают, была заложена здесь. Здесь были заложены все потери в производстве. Сегодня эти потери, электроэнергия циркуляционных насосов, находятся в транспорте. Самые большие составляющие. Плюс зарплаты и так далее. Это тоже пошло сюда. Так вот, потери, которые здесь были, 13% нормативные, не могли их сделать больше. Хотя по факту они были больше. Они были реально больше, это знают все. На сегодняшний день официальные потери, которые заложены в транспортную составляющую, составляют 21,6%. Электроэнергия по цифре намного выросла. И у нас получается производство тепловой энергии. Здесь оно было 1470, а транспорт составлял 128 гривен. А вот по новой методике, по которой сейчас и работает УЖКХ. 1423 – это производство тепловой энергии. С учетом увеличения всех вот этих показателей. И стоимость транспорта на сегодняшний день у нас получается 768. Вот это цифры, которые на сегодняшний день абсолютно реальны. С учетом увеличения всех вещей. Что касается мифа о том, что тарифы в других городах Киевской области ниже, то… Фастов – 2600, Яготинский район – 2500, Барышевский – 2178, Васильков – 2100, Обуховский район – 1990, Бойерка – 1808 и так далее. В Чернигове тариф 1737 гривен за гигакалорию, в Киеве – 1378 гривен. Но, во-первых, Киев – это столица, а во-вторых… Основное теплоснабжение Черниговой и Киева осуществляется от ТЭЦ. Основная функция которых – выработка электроэнергии. Тепло – это побочный продукт. Когда идет побочный продукт, его себестоимость как минимум на 30-40% ниже, нежели это делает, допустим, наша котельная. Единственное предназначение которой – выработка тепла. Тут тоже все понятно. У них нет проблем таких, как у нас. Он вырабатывает электроэнергию, параллельно он вырабатывает тепло, которым обеспечивает теплоснабжение. И даже при таком раскладе в Чернигове на сегодняшний день тариф выше, извините меня, на 100 гривен. Поэтому в этих структурах снижать, допустим, декабрьское требование, рекомендации Кабмина на 300 гривен – проблем особых не было. Мы сделали такую акцию и снизили цену, я могу сказать, это добавило мне 1 миллион гривен в долги. Появившийся в интернете сюжет об альтернативной котельной и строительстве третьей, которые могут как бы облегчить жизнь Слаутича, получил в нашем разговоре неожиданный поворот. Строится котельная коммерческая и врезается в нашу линию. Здесь три котла. Суммарная мощность у него, по-моему, максимальная 9 гигакалорий. Что он имеет? Он ничего не имеет. Он имеет три котла и все. У него нет водоподготовки, у него нет воды, у него ничего нет. Ни циркуляционных насосов, у него есть три котла. Строится еще одна котельная. Еще с тремя котлами, который тоже ничего не имеет. И он врезается в нашу котельную. Хочет врезаться. Циркуляция осуществляется нашими насосами. Это все равно, что я на своей котельной поставлю еще шесть котлов. У нас их пять. Еще шесть добавили. Очень хорошо. Они на древесине. Замечательно. Их функция просто нагреть воду. Мы только что смотрели тариф. И по топливной составляющей производства тепла, у меня на сегодняшний день топливная составляющая во всем производстве тепла, которое мы написали, 1400 гривен, составляет 1028 гривен. Это стоит мне нагреть воду на одну гигакалорию. Производство одной гигакалории тепла. 1028 гривен. Поэтому я коммерсантам сказал, господа, вот если вы за такую цену готовы работать, мы можем еще рассматривать. Потому что ваша функция только греть. А остальное все мое. Вода моя, электроэнергия моя, зарплата моя. Без нашей котельной они работать не могут. Более того. Его 9, у этого 18. Полностью на 100% гигакалорий. Они не могут выйти. То есть они будут работать в пределах 22 гигакалорий в час. Это не перекрывает потребности города при минусах. То есть мы в любом случае должны включать свою котельную. И в любом случае она будет работать, чтобы гонять воду. При этом я должен иметь персонал. У меня персонала сколько? 57 человек на котельной. Я имею ввиду инженерно-технический состав. У этого там человек 20, у этого человек 15. Может 20, может 30. Я не знаю их штатное расписание. Мне это не интересно. По сути мы к этому штатному расписанию вляпываем еще вот этих людей, которых мы должны кормить. При этом я не могу сократить численность своего персонала. Независимо от того, работают они, не работают. Вот этот персонал, он должен быть здесь, потому что наша котельная все равно должна быть в рабочем состоянии. Передо мной по контракту, который заключили мы с мэром, я обязан обеспечить город теплом. Надежно, безопасно обеспечить теплом. Что я, собственно говоря, делаю. По поводу вот этой передачи, которая, чтобы коррупция была, да, там. Если бы я не знал ситуацию, я бы там, наверное, прослезился, как он сказал, как в 17-м году спасал город. Мы спасли место от фактического замерзания. Но так ли все было в действительности? В 17-й год все помнят, газа нет, тепла нет, город замерзает, садики, школы там. Полная ситуация, конечно, крайне негативная. Тогда обратились в коммерческую котельную «Экогенерация», да, для того, чтобы подать хотя бы на садики и школы, потому что по их производительности больше они не могут сделать. Обеспечить садики и школы еще можно. Что сделали коммерсанты? У нас безвыходная ситуация. Они так нагнули город, что был подписан договор на 109 гигакалорий, только для того, чтобы прогреть линии и запуститься, да, по цене 1823 гривны. Причем, смотрите, эта цена вот в этой точке, там, где мы у них забирали тепло, 1823 гривны. И мы ему должны оплатить 100%. Вот это все, циркуляция, обеспечение, по цене, я вам посчитал, на тот момент это, наверное, было гривен 550, да, это все падало на нас. И все потери, 21,6%, это все падало на нас, на нас. Они здесь вообще ни при чем. Отдайте мне мои деньги, 1823, 109 гигакалорий, хорошо. Словно говоря, за 200 метров за своим забором, вот эта точка, которую я прогреваю, все остальное ваши проблемы. Все. Договор подписали, нагнули, деваться некуда, греют. После этого газ не появляется, подписывается следующий договор с такой же ценой. По такой цене они гнали нам тепло весь, по сути, отопительный сезон. Что получилось? Город, то бишь, ЦТПК должен был, был 40 миллионов. Поскольку денег особо не было, мы еще должны были платить на автогазу, им было заплачено 14 миллионов. Долг 26 миллионов, который по сегодняшний день идет. Осенью 18-го года, когда у нас не было проблем с газом, ну как бы надо было, ну инвестиционный проект, надо там как-то, да, из них выдавили тариф 1125 гривен. И вот с этим тарифом они работали. По сути, когда они прошлый сезон отопительный отработали вот с этим тарифом, мы с ними рассчитались на 85 процентов. Они получили свои деньги. Тогда увеличился долг где-то на 3 миллиона, но за межсезонье, вот за это, в принципе, я с ними рассчитался. То есть за прошлый сезон мы с ними полностью рассчитались. Мы при этом получили неприятность не с автогазом, потому что мы покупаем здесь, а вот эти потери, 21,6 процента, которые мы сегодня, это все наши. Поэтому я могу сегодня с уверенностью говорить, учитывая цену на газ, которую мы сегодня имеем, о том, и учитывая, что эта цена варьируется, она может увеличиться, она может уменьшаться. Мы совершенно прекрасно можем обходиться без этих ребят. По этой цене они у нас никогда покупать не будут. Это бизнес, он работает с прибылью. В чем разница? У меня в тарифе не заложена рентабельность. У меня нет прибыли. Любой бизнес без прибыли не работает. И он должен заложить туда свои 30 процентов прибыли, 20 процентов, 40, я не знаю, сколько они закладывают. Поэтому насчет благодетелей, е-пытания, да, да. Такие благодетели, спасибо Боже. И все же, почему ЖКХ не дает возможность врезаться в наши сети новой котельной, наше тепло? Вот нормативный документ по поводу врезки действующей трубопроводы говорит о том, что врезаться может только 100% законченный объект. Поэтому еще летом дважды мы собирались в мэра совещание с нашим теплом совместно, оговаривали все эти вещи, мы предоставили им технические условия, где все это говорится, да, ребята, выполните, и вы будете врезаться. Последнее совещание в августе месяце, которое мы проводили, мы дали им время на врезку с 15 по 25 сентября, до начала отопительного сезона. Это было оговорено железно. Если вы выполните к этому моменту все условия, которые мы заложили в технических условиях, то мы вам даем врезаться. Ну, если интересно, можно проехаться на котельную и посмотреть, как они закончили свое строительство. На котельной, внутри котельной ничего нет. Само по себе, как они трактуют врезаться чисто механической работой, это неправильная трактовка. Врезка в действующей трубопроводы означает окончание строительства и монтажных работ объекта с возможностью подачи теплоносителя. Врезка – это подача теплоносителя, это не просто сварить швы. Поэтому это блуд, который вообще-то говорит либо о том, что люди врут, либо об их некомпетентности. Я склоняюсь ко второму. На одной из сессий директора УЖКХ критиковали за то, что в такой сложный период он поднял зарплату части персонала. Мы и напомнили ему об этой критике. Средняя зарплата персонала – 8170 гривен. Это средняя зарплата персонала УЖКХ – 2019 год. Средняя зарплата города – 14 тысяч. Ну и так, не стесняюсь. Средняя зарплата ЧАЭС – я думаю, аж недалеко ушел. Больше 20 тысяч. Где я возьму людей? У меня укомплектованность персонала 60%. Кто пойдет работать? Причем уровень квалификации персонала, я могу это заявлять смело, да, на сегодняшний день на работающей котельной, никак не уступает персоналу ЧАЭС. Поговорили мы и о достаточно больших потерях в сетях. Счетчиках на домах, которые помогают достаточно точно узнать величину потерь, а также провести анализ потребления тепловой энергии практически каждого дома в Славутичо. У нас же стоимость тепла за квадратный метр домов, она абсолютно разная. Да. Самый у нас такой веселый Невский трип. Стоимость тепла квадратного метра 15 гривен 16 копеек. Средняя стоимость квадратного метра в Невском 19 гривен. Есть, конечно, и 30 гривен бакинский, есть и повыше. Счетчики на домах, они позволили нам, во-первых, дать реальную картину по домам. Раз. Второе. Мы реально смогли просчитать потери. То есть у нас есть учет тепла на выходе из котельной, у нас есть теперь учет тепла у конечного потребителя. Мы видим реальные потери, что, собственно, и дало нам возможность определиться с цифрой потерь 21,6. Схема теплоснабжения города, она советская, ее нужно менять. Но это очень большие капиталовложения. В первую очередь нужно сделать новую схему теплоснабжения города. Цена вопроса более миллиона гривен, чтобы такую схему разработать. Ну, пока у ЖКХ таких денег нет. Значит, схема должна предусматривать и модернизацию, и реконструкцию, изменения, и энергосберегающие технологии и так далее. Но, тем не менее, ремонт сетей делать надо. А на сегодняшний день мы такой возможности не имеем. Просто по одной простой причине нам не хватает средств. Значит, я просто последнее время так, когда в новостях смотрю, что сейчас происходит в Киеве, там очень старые сети. Да, затопленный океан Плаза, там, по-моему, за этот месяц четыре порыва, причем катастрофических там и так далее. Не хотелось бы, чтобы наш город мы довели до такого состояния. Но трубы мы меняем на сегодняшний день очень мало. А ближе к финалу разговора мы вернулись к, пожалуй, самой печальной теме – банкротству. На сегодняшний день определена дата 26 февраля 2020 года. Это суд, окончательное судебное заседание по поводу банкротства предприятия. 21 октября 2019 года вступил в силу действие кодекса банкротства, новый. И там есть только два выхода из этой ситуации. Либо санация, либо ликвидация. Санация – это составляется план санации, который расписывает, как предприятие выходит из кризиса, как оно возвращает свои долги, ну и работает. Ликвидация трактовать не надо. Понятно, что ликвидация – это ликвидация. Так вот, 26 февраля решается вопрос. План санации мы подготовили, он сегодня отправлен управляющим, госполком и так далее. Планом санации предусматривается реструктуризация предприятия, избавление от убыточных направлений деятельности, что, собственно говоря, мы уже практически заканчиваем делать. И сегодня численность персонала в ЖКХ 237 человек, если мне память не изменять. Два года назад она была более 500. Значит, поэтому это один момент. Второй момент – возврат долгов за счет каких вещей? Ну, самое главное – это экономически обоснованные тарифы. То, что мы говорили в первой части, да? То есть, если я по-прежнему буду работать с тарифами, которые приносят только убытки, ни о какой санации речи быть не может. Второй момент – участие города своим бюджетом в решении этих проблем. Долги, которые возникли у этого предприятия – это не только долги самого предприятия, некачественного управления или там чего-то еще, да? У ЖКХ всегда рассматривался как такой донор решения всех проблем в городе. Ремонты дорог, чистки дорог, там много чего. Особенно скоротечных, быстрых. Да, скоротечных, быстрых, за которые никто не возьмется и так далее. Поэтому это все решалось за счет УЖКХ. При этом газ рассматривался как такой кредит, да, который когда-нибудь простят. Ну, не могут же город оставить без тепла, да? Такая советская идеология. Все простят. А мы живем уже при капитализме. Не простят. И сказали, что никогда не простят. Поэтому дрыгаться даже не надо. Поэтому вот это составляющие условия санации. У нас есть что продать, у нас есть неликвидные активы, там, то, что нам не нужно, старое, так далее, так далее. Это тоже туда включается. Я хочу напомнить, что собственником этого предприятия, да, является громада, то есть жители города. Вот хозяева этого предприятия – это жители города. Ситуация говорит о том, что жители города должны решить, нужное им это предприятие или его надо ликвидировать. Последствия ликвидации в двух словах. Как только суд выносит решение о ликвидации, значит, по прохождении всех судебных процедур предприятие останавливает свою работу и подлежит продаже. Кому оно продается, как целый комплекс производственный, частями, это уже не имеет значения. Кредитору это не волнует. Его задача – вернуть себе свои долги. Да? Что будет с коллективом? Ну, это, да, там, все эти теории не хочется рассматривать. Но, тем не менее, я хочу напомнить, если этого предприятия не будет, можно смело ставить крест и все. По большому счету, вот, сессия будет 30-31 числа, да, и я туда, там будет фигурировать план санации. Единственное, почему мы выносим его на сессию, потому что там фигурируют бюджетные деньги. И, если я должна решить этот вопрос, ну, вот там и будет решение, нужно это предприятие или не нужно. Вот такой неутешительный получился финал разговора. Видимо, рано ставить финальную точку. Разговор требует продолжения.